На буквально там последней задачи на меня скинула гранату птичка. Подрыв, шум, все болит, ноги болят, трогаю, а я целый. 30 минус дернул, 40 минус дернул кошкой. На 41 ты уже смотришь и думаешь, блядь, да, и идешь и рукой ее уже поднимаешь. Да можно и 500 тысяч рублей потратить на снарягу. Представьте, пожалуйста, расскажи, откуда ты и на кого учился. Меня зовут Денис, я в Новосибирской области, учился на экономиста. Служил ли ты в армии и как попал на СВО? В армии я не служил, в том числе потому, что учился в университете. На СВО попал добровольно. Расскажи, сложно ли было попасть в ЧВК? Отбор был, он был вполне демократичный. Если человек тянет по физическим параметрам, если человек не аутист, то в целом люди попадали, поэтому я не могу сказать, что это было слишком тяжело. Видео тех, кто на моменте отбора уже там на месте отказывались? Да, конечно. Большинство людей либо не вывозило в физическом плане, либо отказывались по каким-то там внутренним своим моментам. Передумывали. А возможность у них была вернуться назад? У кого-то была, у кого-то нет. А сам об этом думал? Нет, ни разу. А как ты относишься к тем, кто передумал и вернулся? Ну, это личное дело каждого. Если мы говорим именно про ЧВК, там должны быть люди, которые не видят пути назад, кто пришел, и у него одна цель. Первое время я занимался подносом БК, провизии на линию боевого соприкосновения. Куда тебя определили изначально? Изначально я ехал как танкист и оператор-наводчик одного из танков. Но так как не было танков свободных в моем подразделении, поставили нам в другую должность. И вот сначала помогал таскать 200-х, 300-х, БК, провизию, воду, все подряд. Про 300-х, как ты их вытаскивал? Вообще, какие у тебя были эмоции, когда видел раненых? Эмоций нет никаких. Твоя задача единственная – помочь человеку выжить. Чем быстрее вы его эвакуируете, тем больше у него шансов. Да я не думаю, что я сильно изменился. Все равно вот эти периоды ротации, где-то отдыха, отпуска, они помогают останавливаться. Как попало в арту? В артиллерию определили, самым простым путем разбудили и сказали, ты теперь наводчик. Ну, дали, конечно, время обучиться, проверили, потяну я это или нет. У меня получилось, там и осталось. А долго учился и чем управлял? Управлял минометом 82-го калибра. Учился буквально один день. Несложный процесс. Голова работает, глаза видят хорошо. Быстро схватил и остался там. Как думаешь, почему от военкомата тебя не взяли на аналогичное место? Ну, сложно сказать почему. Один из моих вариантов – это желание закрыть свои дыры. Если не хватает набора в определенную точку, они будут туда запихивать людей, лишь бы закрыть свои пробелы. Расскажи про ощущения в отпуске. Вообще тяжело тебе или нет? Нет. Наоборот, отпуск – это такая маленькая душина от войны. И это тот шанс, которым надо пользоваться. Ехать домой, отдыхать, кайфовать. Заниматься спортом, дышать, гулять, пить. Что угодно. У кого на что желаний хватит. Красиво, давай плавно перейдем ко второй командировке. Расскажи про снарягу, про Китай, который продает простое. Вообще реально ли купить нормальную экипировку там? Ну, что касается моей экипировки, я перед отправкой на вторую командировку получил в ГИНе определенный комплект, который мне любезно предоставили. Поезд, бронежилет, одежду, баул полностью снарядили, все подсумки. Это качественное снаряжение, качественная одежда. Меня все устраивает. И в направлении, где проходит специальная военная операция, очень мало производителей тактической одежды, снаряжения. Там чаще всего находятся реселлеры, кто закупает у производителей в России и везет туда, ближе к зоне боевых действий. Соответственно, накидывая ценник два-три раза и получая свою маржу. Ну, соответственно, варианта два. Либо платить много и покупать херь, либо платить очень много и покупать нормальные вещи. Да можно и 500 тысяч рублей потратить на снарягу. Просто вопрос твоих навыков, умений. И ты либо знаешь, что тебе нужно, либо ты этого не знаешь. Многие, как сороки, кидаются на все блестящее, дорогое. Но они даже половину не понимают свойств, которые им дает это снаряжение. Есть же бренды мировые, как Cry Precision, Helicon. Это элитные топовые бренды. Но надо уметь пользоваться этими вещами. И они просто не всем нужны. Допустим, я не стал бы себе покупать брюки за 60 тысяч рублей, которые пошиты, по сути, из того же материала, что шьют наши производители. Но и покупать на трикотажной фабрике брюки за 2000 рублей, которые завтра порвутся, тоже бессмысленно. Если ты едешь в зону боевых действий, ты должен подходить основательно к этому вопросу. И хотя бы какую-то базу изучить, что касается вещей, обуви, медицины. Все это может спасти твою жизнь. Расскажи, как проходило заминирование и разминирование? Ну, таких историй много. Вопрос в том, что ничего из таких историй нельзя рассказывать. Минирование происходит элементарно. Дожидаетесь момента, когда можно работать, когда нет БПЛА противника, когда не работает артиллерия, не идут стрелковые бои где-то поблизости. Все, отработали, откатились. Все, выставили мины, себе отметили в минные поля, передали дальше информацию. Обратная история, когда снимаешь мины. Точно так же дожидаешься возможности, когда есть возможность подойти, проверяешь, снимаешь все, что есть, уничтожаешь. Все, передаешь информацию дальше. Расскажи про снаряды, которые ты взрывал. Ну, элементарные все советские, пехотные мины, танковые мины, французского производства, австралийского, немецкого, танковые, противобортовые, противоднищевые мины. Ни разрывы от ракет, ни разрывы от танковых снарядов. Сейчас в ходу это колокольчики, так называемые, субоеприпасы от кассетного снаряда. Море, море снарядов. Скажи, пожалуйста, несколько интересных ситуаций, например, про тяжелый боевой опыт, когда вас не выпускали из дома. Ну, на одной из боевой задач нас действительно не выпускали из подвала буквально там два дня, потому что БПЛА противников были слишком активны на том периметре. Так называемая Баба-Яга не давала в темное время суток вообще выйти даже из подвала. А днем работали FPV, дроны, разведчики, и разведчики подводили артиллерию. То есть два дня без еды, без воды, там, в мокром подвале, без спальников, пришлось просто на два дня больше там пробыть. Потом получилась подходящая ситуация, и вышли. А сейчас это тяжело вспоминать? Да нет, сейчас даже это смешно вспоминать. А на тот момент было очень тяжело. Такой беспилотный летательный аппарат. Технические характеристики назвать не могу, даже не вижу смысла углубляться, но для понимания она гудит очень громко. По крайней мере, первые ее вариации гудили очень громко, как бензопила. Большой вес поднимает. Сам лично видел кадры, как военный запрыгивал, она его поднимала 70-80 кг. При мне они летали с ТМ-ками, каждая ТМ-ка 10 кг. Если она скидывает ТМ-ку, ну, в радиусе даже там 30-20 метров, всех в лучшем случае покосит. То есть это такая вещь, которая ночью мешает передвигаться, вообще работать ночью. Но, опять же, у нее ценник высокий, и перезбить ее, ну, это кайф. Потому что она кошмарит парней, если кто-то ее сбил. Я видел кадры даже, как наш беспилотник просто влетел в нее и разбил. Но они сейчас и стальные там есть, и у них специальные ставят защитные механизмы. Просто вопрос хитрости. Ну, кто будет ждать, что ты летишь на птице, и тебя же собьет птица? Да никто, конечно. Кайф здесь просто надо добавлять где-то хитрости, где-то рисковать. Он же рисковал, он мог попасть не в то место, куда нужно. Он бы свою птицу испортил, и той бы проблем вообще не доставил. Всплывают, но дозировано. Нет проблем, что я не могу спать, что я не могу есть, что мне все это снится. Я веду такую же обычную жизнь на гражданке. Да, ты где-то боишься даже не столько громких звуков вокруг, как наоборот тихие, тихие звуки пугают, тишина пугает. Скажи, про свое везение. Мне везет. Пока мне очень везет, и дай бог, чтобы это продолжалось. У меня ни два, ни три раза подрывались снаряды буквально в трех, в пяти метрах от меня, в десяти. Буквально там последняя задача на меня скинула гранату птичка. Подрыв, шум. Все болит, ноги болят, трогаю, а я целый. Оказалось, что осколки прошли мимо. Я стою целый, ну, у меня взрывные волны маленько побило зуб. Но, тем не менее, я остался целый, и повезло очень сильно. Я в этот момент стоял с двумя танковыми минами, в каждой из которых 8 килограмм взрывчатого вещества. Если бы сработала хотя бы одна из них, просто осколок бы попал. Меня бы вообще не осталось. То есть там не гранатка, там 8 килограмм взрывчатого вещества. Их две, 16 килограмм. От меня потом атомы остались. То есть, опять же, мало того, что меня не задело осколок, меня задело даже мины, которые я откинул. Я не успел, я услышал звук отлетающей скобы сверху. Пока я сориентировался, секунду потратил, я начал откидывать мины, еще секунда, наверное, прошла. А там срабатывание происходит после, там, трех с половиной, четырех секунд. Вот я откинул мины, начал группироваться. Я даже не успел загруппироваться. Я в полураком стоял, когда взрыв, шум, все подлетело, осколки свистят, меня вообще не задело. Так же было где-то месяц назад такая ситуация, что при мне ранило моего товарища, хорошего, близкого. Мы, получается, легли под разными деревьями. Вот она висела возле меня. И в последний момент буквально сместилась к нему, сбросила вог и улетела. В итоге товарищ 300, 300 тяжелый в России на реабилитации. Но он красавчик. Он вытерпел, там была адская боль. Но почему она не скинула на меня, я не знаю. Она висела, вот я с другим еще товарищем даем, мы сидели под деревом. Она висела над нами в последний момент, улизнула туда и кинула. Ну, твое отношение к карме? На карме оно нейтрально-положительное. Ну, то есть это нормально, это воспитывает мужчину, это физическая сила, это характер, там, сила, дух, воля, выносливость. Это если мы говорим про идеальный вариант армии. Я не был на срочной службе, я не могу сказать, что там, но вокруг меня люди, все, кто служил в срочную службу. Я не скажу, что все в восторге и говорили, что да, они занимались там с утра до ночи, поднимали как-то свои навыки. Если мы берем вариант уебищной срочки, с подметанием там полов, вот этим всем, нет, зачем тратить лишний год. Если мы берем срочку, вот, ту элитную, скажем, занятия спортом, развитие, обучение где-то, конечно, этот год можно с пользой провести. К счастью, я не был в госпиталях именно по таким вопросам тяжелым. На примере своих товарищей могу сказать, что ими занимаются нормально, грамотно, качественно, оказывают первую необходимую помощь там, в зоне боевых действий. Вытягивают в желтую зону, в желтую зону. Там проводят ревизию раны, делают все необходимые медикаментозные мероприятия, отвозят в зеленую зону. В зеленой зоне уже врачи, в том числе гражданские, проводят определенные мероприятия. Если есть необходимость, проводят операции, какие-то свои манипуляции. После этого при необходимости эвакуируют человека в Россию, куда угодно, в любой госпиталь. Все это делается быстро, грамотно, при использовании всех видов транспорта. То есть от парней, кто был ранен и эвакуирован, только спасибо всегда слушаю. Тут просто раз на раз не приходится. Бывает, есть возможность выносить человека на каркасных тяжелых носилках, спокойно вчетвером перекурить, потом поменять, поменяться местами, взять другую ручку и понести. А бывает, что человек там забр... Вот когда Вог скинул птичку на товарища, мы его с моим другим корешем просто за броню его тащили по земле, по камням, обо все его били, просто чтобы его в подвал закинуть. Закинули в подвал, там сидела пехота, и они ему оказали помощь. Кошка, она... Такой образ сапера складывается якобы, мы ее из рук не выпускаем, но на самом деле нет. Это такая вещь, которая используется для снятия, допустим, каких-нибудь базовых танковых мин больших. По одной причине их и руками можно снять. Но под нее можно установить минную ловушку, минную сюрприз, ML, MS. Соответственно, когда ты 30 минус дернул, 40 минус дернул кошкой, на 41 ты уже смотришь и думаешь гулять, да и... Идешь и рукой ее уже поднимаешь. Ты уже... Ну раз те 40 были чистые, может и эта такая же. Не всегда позволяет время, если ты работаешь в тылу, работаешь, не знаю, где-то обучение проходит. Конечно, это все должно быть таким образом. Когда ты работаешь в зоне боевых действий, где каждая минута на счету, где беспилотники летают, где работает артиллерия, у тебя нет возможности вот так разгуляться. 10 мин кошкой сдернуть аккуратненько, стаскать в одну ямку, покурить. Это может просто не быть. Я бываю на кошку 3 мины надеваю, одновременно сдергиваю. Ты просто привыкаешь и такой, ну, сегодня вроде должно повезти. Есть видео на одном канале инженерном, как вот так же парень подошел, поднимал мину. Ладно, он 200. К нему рядом подбегал парень, он 200. И третий стоял у бронетехники, он 300. То есть техники безопасности вообще никогда нельзя пренебрегать в любой ситуации. Но на войне так не получится. Ты в любом случае где-то чуть-чуть отходишь от правил. Иначе просто эту войну не выиграть, если повоевать по учебнику. Тут надо добавлять где-то хитрость, ловкость и где-то рисковать. Без риска там вообще нечего делать. Ну и в пивихе быстрее не развивают большую скорость, конечно. Сейчас они более массово стали использоваться. И урон уже несут там, даже на одного человека кидаются. То есть если раньше, год назад, целью являлась там какая-нибудь легкобронированная техника, там буханки, либо скопление живой силы. Там 5-6 человек стоит, да, конечно. А сейчас и одного человека может кошмарить летать. То есть камикадзе отрабатывает, мне подвешивается определенный снаряд. И все. Путем просто удара происходит подрыв. А как боретесь, как вообще, с этой ходью? Элементарно. Если есть цель ее снять, для начала надо вообще понять, что это за птица. Разведчик, камикадзе, наблюдатель, кто это. Если ты узнаешь тип птицы, ты можешь даже понять, возможно, это наша птица, проверяет обстановку. То есть я на таких даже не обращаю внимания. Если я вижу, что не наша, либо я не знаю, что это за птица, я не вижу, у меня плохое зрение, но оно стало похуже. То есть я чаще не вижу и даже слышу, последний, наверное, начинаю слышать птицу. Самое элементарное, если это светлое время суток, не провоцируясь спрятаться, прижаться к дереву, если они есть в кусты. Любое место, где ты можешь не отсвечивать. Без резких движений, опять же. Спокойно, аккуратно, сместился, прижался, лег там, все. Но ложиться, опять же, все советуют по-разному. Я ложусь так, чтобы я ее видел хотя бы. То есть не глазами вниз, не закрываясь, наоборот, наружу, но я ее буду хотя бы видеть. Если она уже на меня будет лететь, у меня будут вот эти доли, секунды на маневр. Если это ночное время, но шансов мало, потому что они с теплоками летают ночью. И тепловизор тебя видно, как на ладони, хоть ты здесь лежи, хоть там беги. Соответственно, если ты ее видишь хорошо, или там слышишь, ну, просто отдаляться от нее. Потому что я лично видел ситуации, когда она била пацанам в ноги, и это спасало им жизнь. Они в последнюю секунду просто отпрыгивали вперед, вправо, на нее прыгали в ее сторону, она в ноги им падала. То есть просто маневрировать и надеяться на удачу. А снимать их я не вижу смысла, допустим. Если я хожу с 74-кой, я просто буду убивать быка и потом заебусь чистить оружие. Потому что я ее не сниму, я плохо стреляю. Наличие ружья, допустим, ну, тоже не моя история. Есть парни, ходят парами, один с автоматом, привлекает внимание, птички стреляют, она реагирует, и второй уже с ружья пытается ее снять. С ружья гораздо проще, конечно, но у меня нет таких задач. То есть я иду, выполняю свою задачу. Если птичка мне мешает выполнить задачу, моя задача просто переждать, когда она уйдет. То есть они есть разные. Есть, понятно, что очень дорого будет на камикад завешивать там теплак, ПНВ. Конечно, это очень дорого. Ночью, как по мне, то, с чем я чаще сталкиваюсь, работают разведчики, наблюдатели от Бабы-Яга. Да, с теплаком она все видит, она и может кого-то подкорректировать, и сама при этом наносит снаряды. То есть на ту же Бабы-Ягу там 5 ТМХ смело влезает. Как в целом твоя физуха сейчас? Очень, даже нормально. Я по возможности занимаюсь спортом, на ПВД мы себе сделали такой импровизированный тренажерный зал. Ну и задача, опять же, когда ты идешь 10 км в одну сторону и обратно 10, а туда ты идешь груженный, ты пустой никогда не ходишь. Хочешь, не хочешь, у тебя и ноги подкачаются, и спина. Конечно, конечно. Тут и лишние 20 пойдут в минус, и недостаток 20 кг пойдет в минус. Соответственно, если мой вес нам порядка по 70 кг сейчас, я могу в экстренной ситуации 60 кг закинуть себе на спину и убежать. Тем или иным образом я хотя бы смогу сделать какой-то маневр. Если человек физически не готов, ему, конечно, будет тяжело. Тем более, если наложить на это факторы каких-то прилетов, раненого человека, кто-то кричит сзади, то есть именно патовую ситуацию создать, конечно, человеку будет очень тяжело. И физически, и морально подготовленному человеку в разы проще выжить. Опять же, мы не берем случаи, что там работает артиллерия, и пофигу. Подготовлен-то, нет, она прилетит, и осколки заденут. И то же самое с птичкой. Она может скинуть и на самого, там, лютого бойца. Никто от этого не застрахован. Но всем всегда была такая простая, элементарная информация доведена, что надо заниматься спортом, надо вести здоровый образ жизни, не пить. Вообще, там не надо бухать. Даже если есть такая возможность, ни в тылу, нигде, не употреблять эти энергетики, не курить и заниматься хотя бы какой-то минимальной физподготовкой, чтобы на задаче ты себя чувствовал комфортнее. Потому что пустым на войне, но никто не ходит. На тебе только бронежилет, разгрузка, там, пояс, каска, автомат, это уже там 20 плюс килограмм может быть. Соответственно, у тебя еще с собой всегда рюкзак, тебе всегда попить, поесть надо с собой взять. У тебя всегда рация с собой, у тебя быка с собой. Тебе на все нужны смены батарейки, пауэрбанки, покушать, ты хочешь сладенько, тебе сникерсы с собой нужны. А если ты идешь на задачу, вне зависимости от того, чем ты занимаешься, ты что-то несешь на эту задачу. Если ты стрелок, ты берешь с собой быка, если ты сапер, ты берешь с собой мины, тротил, кошку, все что угодно, пластид, пустым там никто не ходит. Если ты не готов и всю жизнь сидел на диване, вот так приехать и пройти вот эти 20 километров с минами, ну, на следующий день ноги потеряют, люди. Есть ли какие-то планы на гражданскую жизнь после СВО? Само собой, учиться развиваться, работать, личную жизнь свою вести, заниматься спортом, возможно, детей сделать. Так же, как все, радоваться жизни, развиваться.